Глава двадцать пятая Отделённость Наша святая Тора гласит «Только вы, те, кто держится Господа своего Бога, все вы живы сегодня» Дворим 4.4 Или «Поэтому я сказал вам, овладейте их землёй, я дам её вам, чтобы вы могли наследовать её, землю, в которой течёт молоко и мёд. Я Господь, ваш Бог, который отделил вас от всех народов. Вы должны быть святы для меня, ибо я Господь свят, и я отделил вас от народов, чтобы вы были моими». Ваикра 20.24.26 Бог дал Израилю два фундаментальных принципа. Первый – изоляционизм, отделённость от народов. Второй – присоединение к Богу. Израиль должен отделиться от зла и народов, чтобы исполнить заповедь присоединиться к Богу, держаться Его. О заповеди «Держаться Бога» есть такие слова. «Прибывайте в благоговении перед Господом, служите Ему и держитесь Его». Дворим 10.20 «Любите Господа, ходите Его путями и держитесь Его». Дворим 11.22. Сфорно комментирует «И держаться Его, все ваши поступки должны быть направлены на то, чтобы творить Его волю, как сказано, признавай Его во всех своих путях». Мишлей 3.6 В Дворим 30.20 сказано «Подчиняйтесь Ему и присоединитесь к Нему». В Таилиим 63.9 сказано «Моя душа держится Тебя». Конец цитаты «Ясно, что держаться Бога значит держаться и Божьих заповедей». Цитата «Я держусь Твоих заповедей, о Господи, не постыди меня». Таилиим 119.31 За то, что Израиль держится Бога, он удостоится вечной жизни, как в уже приведенном стихе. «Только вы, те, кто держится Господа своего Бога, все вы живы сегодня». Дворим 4.4 Двекут, заповедь «держаться Бога», означает в прямом смысле присоединение, прилипление к Богу. Санедрин 64.1 Цитата «Которые были присоединены Эганец Мадим к Ваал Пеору» Конец цитаты Комментарий Бемидбар 25.5 «Так плотно, как браслет цамит на руке женщины» Цитата «Только вы, те, кто остался присоединен к Двеким к Господу своему Богу» Дворим 4.4 «Присоединен буквально» Конец цитаты Иначе говоря, израильтяне как бы прилепились к Богу и стали с Ним одним целым. Двекут подразумевает более прочную связь, чем цмедут. Автор Турат-Тимима замечает, Бемидбар там же, что после Ницмадим идет предлог «к» «ламит», как во фразе «ганитсмадим либо аль-пеор», где речь идет о внешней связи. Между тем, после Двеким идет предлог «в» «бет», что подчеркивает связь внутреннюю. Двекут к Богу и заповедям это настолько сильная связь, что человек становится с Богом одним целым. Так сказано об Адаме и Еве «Он присоединится к своей жене и они станут одной плотью» Брешит 2.24 Любовь и связь между мужем и женой символизирует любовь к Богу, о чем мы уже писали. Рассмотрим пример из трех израильских царей, из которых один держался Бога, а двое других от Него отошли. Ахискияу мы читаем «Он доверял Господу Богу Израиля, он держался Господа и не отходил от Него. Господь был с ним, куда бы он ни пошел, он преуспевал, и он восстал против царя Ассирии и не служил Ему». 2 Царей 18, 5, 7. Несомненно, чтобы держаться Бога, необходимо полное и безговорочное доверие к Нему без тени страха перед плочью и кровью. В этом смысле держаться Бога и доверять Ему одно и то же. Хискиягу держался Бога, потому что знал, «Если человек служит кому-то помимо Бога, он этим оскверняет Божье имя». В награду за это Хискиягу стал свидетелем падения Иссеннахирима и всей Ассирийской армии. Вторым царем был Шауль. Он пренебрег своим Двекутам, отступил от Бога и обратился за советом к прорицательнице из Эндора, об этом Танах говорит поэтическим языком. Филистимляне прилепили в Аядвеку Шауля и его сыновей. Первое Шмуэля 31.2 Шауль умер за свой грех против Господа, а также за то, что искал совета у прорицательницы, вместо того, чтобы спросить Господа. Поэтому Бог умертвил его. Первая летопись 10.13.14 Третий царь Шломо, построивший храм, символ любви и прилипления к Богу. И в мешкане, и в храме на ковчеге сидели херувимы, что подчеркивало, что ковчег был сердцем обеих построек. Мудрецы пишут Шмот Раба 34.2 Сделай ковчег из дерева акации Шмот 25.10 Комментарий Сначала сказано «Пусть они принесут мне приношение Шмот 25.2 И сразу же после этого сделай ковчег. Как Тора предшествовала всему, так же и при изготовлении мешкана ковчег предшествовал всем сосудам». Конец цитаты. Рамбам подтверждает Шмот 25.10 что ради ковчега, который был главной целью фразы «Они сделают мне святилище» Шмот 25.8 было необходимо сделать мешкан. У ковчега была крышка, на которой располагались два херувима. Цитата «Я буду общаться с тобой там, говоря с тобой от крышки ковчега между двумя херувимами». Шмот 25.22 «Это было самое святое место и в святом святых и во всем мире». Бог решил, что херувимы должны символизировать его связь с Израилем». Йома 54. Алиф цитата. «Когда Израиль будет совершать праздничные паломничества, занавесь будет открываться и они будут видеть херувимов, соединенных друг с другом, и им будет сказано «Смотрите, как вы любимы Богом! Это как любовь между мужчиной и женщиной». Конец цитаты. Херувимы символизировали любовь между Богом и Израилем, при этом они чудесным образом соединялись друг с другом, согласно Широ-Ширим, что напоминало отношения между мужчиной и женщиной. Я полагаю, что эта мысль прослеживается и во второй летописи 3.12. Крыло второго херувима было пять локтей и касалось стены дома. Другое крыло было также пять локтей и соединялось две ка с крылом другого херувима. Однако тот же Шломо, что построил храм, символизирующий отделенность от нечистоты и скверны народов, позже отвернулся от святости и прилепился к нееврейским женам, от которых должен был отвращаться. Цитата. Шломо прилепился к ним с любовью. Вторая царей 11.2. Я уже цитировал Бамидбар-Раба 10.4. Сказано слова царя Лемуила. Мишли 31.1. Почему Шломо назван Лемуилом? Ишмаэль сказал, в ту же ночь, когда Шломо завершил работу над храмом, он женился на дочери фараона Батье, и радость по поводу храма была среди радости по поводу фараоновой дочери, и последняя радость превзошла первую. Конец цитаты. Царь Шломо назван Лемуилом, потому что он отбросил ярмо неба. Слово Лемуил Лама Лоэль означает «Зачем ему Бог?» Вместо того, чтобы присоединиться к храму святости и Богу, он отделился от них и прилепился к нечистой нееврейке, от которой должен был отделиться. Вот почему к Израилю прилепилось зло. цитата «Когда Шломо женился на фараоновой дочери, Гавриил спустился, ударил тростником по морю и поднял остров, на котором была построена римская столица». Санедрин 21 бет «Мы снова видим, как Божья кара принимает поэтические формы в тот же день, когда Шломо отверг святость храма и женился на фараоновой дочери с целью заключить союз против своих врагов, на арень истории появился враг, которому будет суждено уничтожить и храм, и землю. Действительно, цитата «Только вы, те, кто держится Господа своего Бога, все вы живы сегодня». Дворим 4 4 «Когда же мы отворачиваемся от Бога, на нас исполняются другие слова. «Наша душа согнута к земле, наш живот ползет по земле». Таилим 44 26 Противоположностью Двикут является Авдала, отделенность, отказ присоединиться к чему-либо. Например, о городе отступников говорится «Пусть ничто объявленное там запрещенным не прилепится к вашим рукам». Дворим 13 18 Похоже выразился и царь Давид «Я не положу перед своими глазами ничто нечистое, я ненавижу делать развращенные дела, оно не прилепится ко мне». Таилим 101 3 Отказ прилипляться к чему-либо подразумевает желание отделиться от него, как Бог сказал Муше и Аарону «Отделитесь от этого общества» Бемидбар 16 21 «Это и есть основной принцип Авдала». Бог повелел Израилю отделиться от нечистоты и нечистых народов. Идолопоклонство и иностранная культура не могут сосуществовать с Божьей Торой и самим Богом. Поэтому мы читаем такие слова «Вы должны быть святы для меня, ибо я Господь свят, и я отделил вас от народов, чтобы вы были моими». Вейкра 20 26 Мудрецы комментируют «Я отделил вас от народов, чтобы вы были моими». Комментарий «Если вы отделены от народов, тогда вы мои. В обратном случае вы принадлежите Навухода на Сору, царю Вавилонии и его соратникам». Турат Куаним Кедушим 9 Конец цитаты «Обделенность Израиля от народов крайне важна, ведь если он подвергается влиянию их культур, то в чем тогда смысл его существования как Божьего святого народа? В чем тогда цель сотворения Израиля и мира в целом, если израильтяне живут в нечистоте и высокомерии, как какой-нибудь Навухода на Сору, то зачем Богу их защищать? Кто хочет уподобиться Навухода на Сору, сам окажется в руках Навухода на Сора? Бог постановил, что не может быть никакой общности между Израилем и народами. Они не должны смешиваться друг с другом, их должна разделять стена, водораздел. В действительности это разделение служит целем единства, но не единства во лжи, что противно Богу, а подлинного единства под руководством Бога. Вот как мудрецы комментируют стих Широ-Ширим 5.16 «Это мой возлюбленный, это мой друг». Комментарий, «Ибо они увеличивают число моих друзей». Израиль, также названный Божий Дод, возлюбленный, высшая степень любви, увеличивает число Божьих друзей, побуждая народы принять Божье владычество. Как это происходит? Сказано, «Я отделил вас от народов». Ваикра 2.26 «Человек, отделяющий доброе от злого, отделяет все снова и снова, но человек, отделяющий злое от доброго, не отделяет снова и снова. Также и Бог надеется, что народы раскаются, и Он привлечет их под свое крыло». Бамидбар-раба 10.1 В этом роль Израиля и ее невозможно выполнить, ассимилировавшись с народами и став для них светочем лжи, как хотят думать невежды. Чтобы исполнить эту роль, необходимо отделиться от народов и создать новый народ, который явит миру истинный образец святости. Вот тогда народы придут и тоже захотят стать святыми. Что касается греха израильтян, вступивших в половые отношения с моавитянками для поклонения Баал-Пеору в Ситтиме, у мудрецов мы находим дополнительное описание. Танхума Балак 18. «Моавитская девушка завлекает еврея в свою лавку». Затем девушка говорит еврею «Ты как член семьи, сядь, выбирай, что тебе по вкусу». И вот рядом с ней кувшин с саманитским вином. Вино народов пока еще не запрещено. Позже мудрецы запретят их вино ради предотвращения смешанных браков, полагая вино фактором в создании близости. Девушка появляется в украшениях и духах и соблазняет его, говоря «Почему мы любим вас, а вы нас ненавидите? Возьми этот сосуд бесплатно. Конечно же, мы все потомки одного человека, Тераха, отца Авраама». Конец цитаты Недаром предлагают разрушить разделяющие нас барьеры и объединиться. Разве это несправедливо и нелогично с точки зрения адептов иностранной культуры? Разве эллинисты не стремятся к объединению всех народов и стиранию всех границ между Израилем и народами? Почему бы не прийти к модели «Один мир, один народ?» Какой смысл Израилю оставаться в стране? В Широ-Ширим говорится «Оглянись, оглянись, о Суламита!» «Оглянись, оглянись, чтобы мы посмотрели на тебя!» «Что вы видите в Суламите?» «Как бы танец двух станов!» Конец цитаты Мудрецы комментируют это место так Широ-Ширим Раба 7.1.2 «Народы мира говорят Израилю «Сколько вы еще будете умирать за вашего Бога и платить ему? Сколько еще вас будут убивать ради него? Сколько еще вы будете проявлять к Богу доброту, когда Он посылает вам бедствие? Придите к нам и мы назначим вас губернаторами, префектами и военачальниками! Давайте мы посмотрим на вас! Вы станете восхищением Махазит всего мира! Как сказано «Тебя увидят Техэзэ все люди» Шмот 18 21 Конец цитаты «Восхищение всего мира! Свет для народов!» Вот на что клюют эллинисты и отступники Израиля. Они исказили само представление об Израиле как о соглашении с людьми свете для народов Ишия 42 6 Для них это означает, что мы должны оставить землю нашей изоляции и поселиться в изгнании, где побрататься с народами и стать для них маяком. А чтобы эти народы нас не возненавидели, мы должны отбросить неприемлемые в кавычках понятия и законы. И все во имя единства. Иными словами, ассимиляция ради единства. Но посмотрим, что дальше говорится в этом источнике. Израиль отвечает им, что вы увидите в Суламите, как бы танец двух станов. Широ Ширим 7 1 «Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы Авраам, Ицхак и Яаков служили идолам, чтобы их потомки служили идолам после них? Наши предки этого не делали, не будем и мы. Тогда что вы можете сделать нам? Танцы, исполняемые для Яакова, когда он покинул дом Лавана». Конец цитаты. Раби Берахия сказал от имени Раби Леви «Шестьсот тысяч ангелов танцевали для Яакова, когда он покинул дом Лавана. Равины говорят, что их было один миллион двести тысяч». Цитата «Или быть может, вы можете исполнить танец, который Бог исполнит для праведных в будущем». Раби Берахия, Раби Хелбо, Ула Избиры и Раби Элазар от имени Раби Ханины сказали «В будущем Бог сделает танцевальный круг для праведных, как сказано «Отметь ее валы». Лехила Таилим 48.14 Это написано «Лехолла» ее танец «И они пригласят Бога в середину круга, как сказано «Это наш Бог навеки, навсегда, он будет вечно вести нас». Альмут Таилим 48.15 Следует читать «Кааламот», как молодые девушки, что означает «Танец праведных». Вот ответ наших мудрецов лжеучителям, ратующим за объединение Израиля с народами. Конечно, Бог желает единства мира, но никак не на основе лжи и зла, никак не через сосуществование и терпимость, уравнивающие святость и мерзость, добро и зло. Единство возможно только после того, как весь мир признает суверенитет Бога. Когда во всем мире восторжествует истина и Божье владычество, только тогда и наступит подлинное единство. Но придет оно через разделение. Авдала, отделенность, это высшая Божья ценность, пришедшая в мир в момент творения. Она служит разделению тех сущностей, существование которых плохо и для них, и для мира. Авдала выделяет добрые и злые сущности, дает им названия и изолирует друг от друга. Между ними возводятся барьеры, дабы разделить их друг от друга, не позволить им смешаться. Бог запустил этот процесс непосредственно при творении, когда отделил свет от тьмы и добро от зла. В шестой главе мы подробно обсуждали эту идею. Я назвал добро мерилом творения мира. Само понятие добро подразумевает его противоположность, зло, как свет, наличие тьмы, сладость, горечи и так далее. Поскольку Бог создал мир для абсолютной святости, очевидно, что в нем не может быть места ее противоположности, злу. Иными словами, в мире нет места даже понятию зла, не говоря уже о реальном злоумышленнике. Наши мудрецы говорят об этом так, перешит раба 3, 6. Бог не связывает свое имя со злом, но с добром. Не сказано Бог назвал свет днем и Бог назвал тьму ночью, но Бог назвал свет днем и тьму ночью, берешит 1, 5. Бог не связывает свое имя с тьмой, поскольку человек должен выбрать добро и полностью отвергнуть зло, от него требуется полное отделение, как мы читаем, Бог отделил свет от тьмы, берешит 1, 4. Бог создал для света и тьмы раздельные сферы, чтобы они не смешались друг с другом, и их можно было различить. Мудрецы учат Иерусалимский Талмуд, Брахот 8, 6. Бог сказал свету день будет твоей сферой, он сказал тьме, ночь будет твоей сферой. Раши так комментирует это место, он увидел, что это хорошо, и что не подобает свету и тьме действовать в смешении, поэтому он сделал сферу для одного днем и сферу для другого ночью. Так Бог определил понятия добра и зла, разделив их. Одновременно с этим Бог установил фундаментальный принцип для Вселенной и Израиля – отделенность. Без отделенности существование Вселенной невозможно. Отделенность позволяет четко различать добро от зла и предотвращает их смешение. Мудрецы учат об этом так. Бамидбар-раба 18.7 Моше сказал Кораху «Бог установил пределы в своей вселенной. Можешь ли ты смешать день и ночь?» В начале Торы говорится «Был вечер и было утро». Бог Бог разделил свет и тьму Берешит 1.5.4 Бог сделал это для мира. Как Он разделил свет и тьму для мира, так же Он отделил Израиль от народов. Я отделил вас от народов, чтобы вы были Моими Вайкра 20.26. Смотри так же Танхума Корах 5. Конец цитаты. Отделенность помогает различать добро и зло. Соответственно Тора говорит «Бог увидел свет, что Он хорош и отделил свет от тьмы». Здесь имеется в виду, что хорош был не только сам свет, но и его отделение от тьмы, как отделение добра от зла. Когда на второй день Бог создал твердь, отделяющую воду от воды, Берешит 1.6, об этом не было сказано хорошо. В этом случае речь уже не шла о добре и зле, следовательно, нет и заповеди об отделении. Отделение воды было просто частью творения. Разделение между добром и злом, святым и богохульным, а также разными степенями святости, все это определенно отвечает Божьему замыслу. Отделенность – великая заповедь, поскольку служит определению понятий, установлению различий между вещами. Когда-то Бог сделал израильтян избранным народом, своим помазанным первенцем. Они получили особый духовный статус и стали новым творением. Это видно уже из того, что помимо Рошашана дня сотворения мира, то есть остального человечества, Бог учредил особый день специально для Израиля – Песах. Этот праздник призван подчеркнуть огромную разницу между Израилем и народами. Отделив Израиль от народов, Бог показал, что как существуют истинные и ложные идеи, так же существуют народ истины и народы лжи. Соответственно, мысль о равенстве всех идей и всех народов для Бога неприемлемо. Сегодня для поборников иностранной культуры равенство в кавычках стало настоящей священной коровой и золотым тельцом. Многие согласны с тем, что невозможно одинаково относиться ко всем идеям, людям и народам, поскольку невозможно полностью абстрагироваться от личных предпочтений и эмоций. Однако даже эти люди обычно требуют равенства для всех идей. Равенство идей и людей приводится как оправдание вседозволенности, ведь если ничто не лучше другого, тогда все приемлемо и разрешено. Неограниченное равенство и неограниченная свобода вот два направления интеллектуальной атаки на все святое и доброе. За редкими исключениями никто из поборников иностранной культуры не имеет достаточно храбрости в кавычках, чтобы определить критерии добра и зла допустимого и запрещенного. Если один человек лишен абсолютной истины, имеет ли другой человек право указывать ему, что правильно, а что нет. Нет, он свободен самостоятельно выбирать свой путь в жизни. Так гласит чуждая нам доктрина о равенстве и недискриминации. Однако те, кто принимает ярмо неба и реальность верховного царя царей, владыки всего знания, мудрости и понимания, знают, что существуют истинные, неискаженные определения добра и зла. Они существуют потому, что их установил Бог, создатель истины, и потому они абсолютно верны. Бог не приемлет тезиса о равенстве всех идей, людей и народов, и потому одних Он объявляет святыми, а других нечестивыми, а также более святыми или менее святыми. Зло Он определяет как врага человека, и Он, этот враг, должен быть уничтожен. Даже внутри добра Бог выделяет различные степени святости. Например, Бог различает несколько видов животных. Цитата. «Ты должен отделить чистых животных от нечистых» в Айкра 20.25. В Бемидбар 8.14 говорится «Ты должен отделить левитов от остальных израильтян». Конец цитаты. «Точно так же Бог отделил коэнов от левитов». «Коэнов от левитов». Цитата. «Аарон был отделен, чтобы осветиться как самый святой». Первая летопись 23.13. В Шмот 26.33 мы читаем о разделении святого и святого святых. Мудрецы пишут Бамидбар Раба 3.8 «Мы находим, что Бог создал много вещей и выбрал по одному от каждой. Он создал семь дней и выбрал субботу». Цитата. «Бог благословил седьмой день и объявил его святым». Берешит 2.3 «Он создал годы и выбрал из них один». Цитата. «Земле нужно дать время для отдыха субботу года». Вейкра 25.2 «Он создал семилетние циклы и выбрал один из них». Цитата. «Вы должны осветить пятидесятый год». Вейкра 25.10 «Он создал земли и выбрал одну из них». Эрц Исраэль Цитата. «Это земля, которая постоянно под наблюдением Господа твоего Бога». Дворим 11.12 «Бог также назвал ее своей собственной землей, как сказано. «Они разделили мою землю». Иоиль 4.2 «Он создал небесные тверди и выбрал одну из них». «Это твердь Аравот», как в словах «Превозносите обитающего на Аравот». Таилин 68.5 «Он создал народы и выбрал один из них». «Это Израиль», как сказано. «Бог избрал вас, чтобы вы стали его собственным особым народом». Дворим 14.2 «Он создал колено и выбрал одно из них. Это колено Леви, как в словах. Он избрал его из всех колен Израиля». 1 Шмуэля 2.28 Конец цитаты. В Танхума Корах 5 сказано. «Таким образом Бог отделил Аарона, как сказано. Аарон был отделен, чтобы осветиться, как самый святой». 1 летопись 23.13 «Если ты можешь помешать Богу отличать день от ночи, ты можешь помешать и этому отличию». Конец цитаты. Итак, еврейский народ освящен на фоне прочих народов и, следовательно, отделен от них. Только Израиль назван Адамом, но не другие народы. В противоположность святости и чистоте Израиля у народов лишь нечистота и не святость, а может ли святость сосуществовать с нечистотой? Мудрецы учат Танхума Насо 7. Бог сказал, «В этом мире я презрел все народы, потому что они семя нечистоты, и я выбрал вас, Израиль, потому что вы семя истины. В будущем я также выберу только вас, ибо вы семя святости, благословленные Богом, как сказано, они не будут трудиться напрасно и рождать детей в бедствии, ибо они семя, благословленное Господом, и их потомство с ними». Ешаяу 65.23 В Танхума Бамидбар 20 сказано, «У человека были стеклянные сосуды, и он брал их на рынок, выставлял их и снова собирал, даже не пересчитав. Поскольку они были стеклянными, он не вел им подсчет. У него были и другие товары, отличный жемчуг, который он считал, беря на рынок, как перед выкладкой, так и перед сбором. Поскольку это были жемчужины, он любил их. Точно так же Бог как бы сказал, «Я не посчитал народы, потому что они не важны для меня». Как сказано, «Все народы ничто перед ним, они считаются у него пустотой и суетой». Ешаяу 40.17 «Однако вы Израиль, рождены мной от рождения, выношены мной от утробы». Ешаяу 46.3 «Поэтому я считаю вас постоянно». Конец цитаты. «Так сказано, посчитай первенцев мужского пола среди народа Израиля». Бемидбар 3.40 Конец цитаты. «В Мегила 12.00 сказано, когда Израиль ест и пьет, он начинает обсуждать Тору и восхвалять Бога, но когда народы едят и пьют, они начинают говорить глупости». Конец цитаты. Похожие слова есть в Елкут Шимани Ешеягу 450 Ешеягу 452 «Бог сказал Муше «Все народы несущественны, как сказано, народы станут как горящая известь, как отрезанные шипы, горящие в огне». Ешеягу 33.12 «Поэтому нет необходимости делать точный подсчет, но весь Израиль праведен, как сказано, твои люди все праведны». Ешеягу 60.21 «Ты красива моя возлюбленная» Широширим 4.7 «Поэтому сделай точный подсчет». Конец цитаты. Вот почему мудрецы посчитали нужным сказать слова, которые мы цитировали уже несколько раз. «Михилта Итро Месехта Дебаходыш Пороша 2». Он назвал их народом, как сказано, «Кто как твой народ Израиль, уникальный народ на земле?» Первая летопись 17.21 «И он назвал их святыми и освященными, отделенными от народов и их мерзостей». Конец цитаты. Рема пишет Йорая Деа 81.7 «Не еврейка не может кормить младенца, если есть еврейка, ибо молоко не еврейки делает духовно бесчувственным и порождает злую природу, конец цитаты». Эти слова помогают понять следующий фрагмент Танхума Трума 3. Однажды Турнус Руфус задал Раби Акиве вопрос, «Почему Бог ненавидит нас настолько, что сказал, «Я возненавидел Эсава»?» Малахия 1.3 Раби Акива ответил, «Я отвечу тебе завтра». На следующий день Турнус Руфус спросил его, «Что тебе приснило с этой ночью, что ты видел?» И Раби Акива ответил, «В моем сне были две собаки, одну звали Руфус, а другую Руфина». Турнус Руфус тотчас же разгневался и сказал, «Ты назвал своих собак именами меня и моей жены, ты заслуживаешь смерти?» Раби Акива ответил, «В чем отличие между тобой и ними? Ты ешь и пьешь, и они едят и пьют, ты рождаешь потомство, и они рождают потомство, ты умираешь, и они умирают, потому что я дал им ваши имена, ты гневаешься?» Конец цитаты. Человек был создан с целью возвыситься над животными. Когда он отворачивается от святости и духовного роста, когда вся его жизнь лишь подражание животным, тогда между ними действительно нет разницы. Бог повелел человеку отделиться от животных, и если мы не следуем этому повелению, мы уподобляемся им. В тот самый момент, когда на Синае Израиль получил Тору и Божье благоволение, народы получили Божий гнев за то, что презрели святость и ярмо его царства. Мудрецы говорят Танхума Бамидбар 7. Почему она названа горой Синай? Потому что там народы стали ненавидимы Нисне у Богом и им был вынесен вердикт, как сказано, те народы будут полностью истреблены. Харроф Ехераву Ешиягу 60.12 Раби Аббабар Кахана сказал от имени Раби Йоханана «Они лежали убитыми на Хореве Мехорев Ехераву, ибо они получили там свой вердикт». Конец цитаты. Конечно, Бог презирал идолопоклонство и раньше. Однако, поскольку в нем погряз весь мир, он решил подождать до появления одного избранного народа Израиля. Этот народ должен был представлять все человечество, тогда как остальной мир пребывал в скверне, поскольку отказался принять ярмо неба и стать Бней Адам, потомком Адама. Различие между евреем и неевреем огромно, и Голоха подчеркивает его такими словами Санедрин 58 Бет. Нееврею, убившему еврея, выносится смертный приговор. Раби Ханила сказал, если кто-либо ударил еврея по лицу, это тоже, как если бы он ударил по лицу Шехину. Конец цитаты. Это довольно логичный закон, ведь еврей избранный Божий первенец, продолжающий роль Адама и сам названный Адамом. Следовательно, убийца еврея не уйдет от возмездия. Смотри обсуждение этой темы в главе 20. Это закон, то, что этот закон не нравится противникам Божьего ярма, включая ритуалистов, имеющих образ мышления, зимри, но ищущих награды Финесса, лишь показывает, насколько они презирают Божьи пути и мысли. Бог установил важный принцип, когда сказал, «Храните мои постановления и законы, которые человек должен исполнять, и живите ими» в Айкра 18.5. Бог приказал человеку «Жить». Это не право, а обязанность, необходимое условие для святости, чистоты и добра, а также подавление страстей, принятие ярма неба и венчание Бога Царем Вселенной. Это непростительный грех думать, что жизнь лишь частная собственность, владелец которой волен делать с ней все, что захочет, и куда более тяжким грехом является самоубийство, когда человек по собственной воле нарушает заповедь «Жить». Живите ими заповедями. Это великая заповедь, от которой зависят все остальные. Отсюда вытекает известное правило, если нет угрозы отступничества и осквернения Божьего имени, ради спасения жизни можно совершить любой грех, кроме идолопоклонства, прелюбодеяния и убийства. Поскольку лучше нарушить одну заповедь сегодня и жить, чем умереть и не исполнять заповеди вообще. Мудрецы объясняют Шаббат 151 Бет. Мы узнали. Раббан Шимон бен Гамлиель говорит, даже ради однодневного младенца мы нарушаем субботу, но если Давид, царь Израиля, умирает, мы не нарушаем субботу ради него. О первом случае Тора говорит, нарушьте одну субботу ради него, чтобы он исполнял много суббот. Но мы не нарушаем субботу ради почившего монарха. Когда человек умирает, он больше не обязан исполнять заповеди. Конец цитаты. Как сказал Раби Йоханан, отделись от мертвых. Таилим 88 6. Когда человек умирает, он освобождается от заповедей. Конец цитаты. Иначе говоря, пока человек жив, он связан с заповедями, в том числе заповедью жить и выполнять заповеди. Следовательно, спасение жизни другого еврея важнее исполнения заповедей. Заповедь спасения жизни еврея вне зависимости от того, отменяется для этого другая заповедь или нет, основана на заповеди еврейского братства и любви, ведь весь Израиль является ближними, объединенными святостью и исполнением заповедей. Смотри глава 10. Рамбам говорит по этому поводу. Илхот деот 6.3 Заповедь требует любить всякого другого еврея как самого себя, как сказано «Люби своего ближнего как самого себя» в Айкра 19.18. Об этом же говорит и Сефер Гахинух 243-219. Поскольку все израильтяне являются ближними в святости и заповедях, Тора постановляет «Не стой безучастно, когда жизнь твоего ближнего в опасности» в Айкра 19.16. Мудрецы объясняют Санедрин 73 Алиф «Откуда мы знаем, что если кто-то гонится за своим ближним, чтобы убить его, мы можем спасти жертву, убив его преследователя? Откуда знаем, откуда мы знаем, что если мы видим, как человек тонет в реке, его тащит дикое животное или на него напали разбойники, мы обязаны спасти его? Сказано «Не стой безучастно, когда жизнь твоего ближнего в опасности» Конец цитаты. Считается, что эти принципы применимы лишь в случаях, когда не совершается грех. Но откуда мы знаем, что человек обязан даже нарушить заповедь, чтобы спасти еврея? Мудрецы учат Йома 85 Алиф. Раби Ишмаэль, Раби Акива и Раби Элезер бен Азария однажды были в пути и Леви классификатор и Раби Ишмаэль, сын Раби Элазара бен Азарии шли за ними, когда им задали вопрос, откуда мы знаем, что в случае опасности для человеческой жизни законы субботы приостанавливаются. Каждый из этих великих раввинов дал свой вариант ответа. Йома 85 Бет. Раби Иуда сказал от имени Шмуэля, если бы я был там, я бы сказал, что мое доказательство лучше, чем их. Сказано, живите ими, а не умирайте ими. Как видим, что иногда ради спасения жизни как своей, так и другого человека требуется нарушить заповедь. Тогда человек будет жить и исполнит еще много заповедей, исполнив этим свой долг на земле. Этот закон применим даже при возможной угрозе жизни. Йома 83 Алиф. Если человека мучит сильный голод, ему можно дать есть даже нечистую пищу в Йом-Кипур, пока он не восстановится. Если у человека болит горло, он может выпить лекарство даже в субботу, потому что это представляет угрозу для человеческой жизни, и любая возможность такой угрозы приостанавливает законы субботы. Конец цитаты. Талмуд комментирует Йома 84 Бет Можно подогреть воду для критически больного человека в субботу, как для того, чтобы дать ему напиться, так и для освежения. И они постановили это не только для одной субботы, но и для следующей. Другими словами, даже если нет угрозы жизни относительно этой субботы, ибо мы знаем, что сегодня он не умрет, но есть возможность, что если мы не нарушим ради него субботу сегодня, он может умереть позже. Мы также не говорим «подождем», потому что он может поправиться, но мы немедленно подогреваем для него воду, поскольку возможность угрозы человеческой жизни отменяет законы субботы. Все это следует делать не не евреям или детям, но великим раввинам. Конец цитаты. Понятие партнерства в исполнении заповеди говорит о том, что мы обязаны нарушить субботу и другие заповеди, чтобы спасти еврея, чтобы он смог дальше исполнять заповеди. Эта заповедь основана на принципе «живите ими», иначе говоря, смысл всей нашей жизни исполнения заповедей. Мы спасаем свою, мы спасаем еврею жизнь не ради жизни как таковой, но ради того, чтобы он пользовался жизнью для исполнения заповедей. Однако, если опасность угрожает человеку, не исполняющему заповеди, еврею запрещено нарушать заповеди ради его спасения, такой человек не отвечает цели творения. Мишна говорит, Йома 83 Алиф, если на кого-то упали обломки и есть сомнения, там он или нет, или жив он, или мертв, или еврей это, или не еврей, даже в субботу следует разгрести кучу обломков ради такого человека. Конец цитаты. Ясно, что потенциальная угроза жизни приравнивается к угрозе реальной. Однако обратим внимание на слова мудрецов, если есть сомнения, еврей это или не еврей. Если мы уверены, что это не еврей, мы не разгребаем завалы. Почему? Потому что заповедь субботы призвана освящать Божье имя и еврея, нарушать цель субботы можно только для спасения такого человека, который будет и дальше исполнять заповеди. Из этого следует, что если под обломками погребен нееврей, который не исполняет заповеди, не является для нас партнером в заповедях и не освящает свою жизнь, тогда нам нельзя осквернять субботу ради него. Мишна Брура учит 332 Саиф Катан 8 Мы должны понимать, что даже самые религиозные врачи совершенно невнимательны в этом отношении лечения неевреев в субботу. По субботам они регулярно отправляются в дальний путь, чтобы лечить неевреев, пишут, самостоятельно толкут лекарства без какого-либо галахического источника, оправдывающего их действия. Даже если мы скажем, что разрешается нарушить раввинистические запреты о субботе, чтобы не усилить враждебность язычников, хотя вероятность этого спорна, смотри при Мегадим, все же согласно всем точкам зрения, совершенно запрещено нарушать запрет Торы. Эти врачи явные осознанные нарушители субботы. Да поможет нам небо! Данное утверждение Мишнабрура, что все авторитеты подтверждают запреты Торы, даже в случае враждебности неевреев, находится в Тософот, а вот Азара 26 Алиф. Однако оговорка о враждебности относится только к ситуации, когда евреи живут среди язычников как меньшинство. В этом случае враждебность язычников может вылиться в прямую угрозу жизни евреев. Но когда Израиль силен, как сейчас, нет никакой необходимости обращать внимание на враждебность других народов. Какое нам дело до того, что они нас ненавидят? Они и так ненавидят Израиль. Мудрецы говорят и такие слова. Авода Азара 26 Алиф. Еврейка не должна помогать природах нееврейке, ибо она будет помогать появлению на свет идолопоклонника. Она не должна служить кормилицей для нееврейки, ибо она будет помогать идолопоклоннику расти. Конец цитаты. Раби Йосеф Каро вынес аналогичное постановление Шулхан Арух Йоре Деа 154 2 Однако при этом добавил о помощи природах. За исключением случая, когда еврейка известна как акушерка, тогда это разрешается, но только за плату и по будним дням. Другими словами, даже в такой ситуации запрещается помогать нееврейке природах в субботу. Если же еврейка известна как акушерка, то ее отказ от работы может вызвать гнев неевреев и в этом случае в запрете делается послабление. Однако нарушать субботу она в любом случае не вправе, поскольку гнев неевреев это еще не прямая угроза для жизни. Итак, если мудрецы и смягчают запрет на помощь природах нееврейке ввиду враждебности, то нарушать субботу, помогая грешнику и его матери, она не должна ни в каком случае. Если есть реальная опасность для жизни евреев, то на этот случай у нас есть постановление Ремы о Рахаим 334-26 о пожаре в субботу. Все законы, упоминающие пожар, относятся к своим собственным временам, когда они были в Иерус Исраэль и сильны. Но о временах, когда мы живем среди язычников, ранние и поздние мудрецы написали, что огонь можно тушить в субботу, поскольку в опасности жизни евреев и чем быстрее, тем лучше. Конец цитаты В Петхейт Шува Юра Эдеа 154 литера 2 говорится «Если эта враждебность угрожает жизни, мы можем позволить даже нарушение запретов Торы». Конец цитаты Смотри окончание этой заповеди «Однако совершенно очевидно, что если Израиль силен, то мы не вправе даже допускать мысль о нарушении субботы для спасения нееврея, об этом говорит и рабе Йосеф Каро в Орахаим 332. «Мы не помогаем при родах неевреям в субботу, даже при том, что в 331 он пишет «Женщина при родах подобно тяжело больному человеку». Чтобы окончательно развенчать идеалы вседозволенности, добавим, что эти принципы относятся ко всем неевреям вообще, а не только к идолопоклонникам. Маген Авраам пишет там же 330 литра 4. Даже измаильтяне, которые не идолопоклонники, Хафец Хаим говорит «В Биур Галаха там же тоже относится и к измаильтянам». Снова мы видим, что исключения из законов во имя спасения жизни нееврея основаны на угрозе с их стороны. Однако сегодня, когда мы вернулись в нашу землю и восстановили собственное правительство, как бы проклято оно ни было, больше нет никакого смысла бояться враждебности неевреев. В Гетин 61 Алиф говорится «Мы поддерживаем нищих неевреев вместе с нищими евреями, мы посещаем больных неевреев вместе с больными евреями, и мы хороним мертвых неевреев вместе с мертвыми евреями ради мира». Конец цитаты. Рамбам озвучил аналогичное правило Илхот Авадазара 10.5 «Мы поддерживаем бедных неевреев вместе с бедными евреями ради мира». Ясно, что все вышесказанное не заповедь или обязанность, но лишь уступка ради мира, чтобы избежать враждебного отношения к нам неевреев. Эти законы применимы только тогда, когда мы хотим достичь мира. В конце концов, нееврей идолопоклонник, и нам нельзя ему помогать. Мудрецы разрешили это только из страха за евреев, однако с точки зрения буквы закона, нееврей не является еврею ни братом, ни товарищем. Рамбам объясняет Илхот Роцеах у Шмират Нефеш 4.11 Если мы не воюем с неевреями, мы не можем причинять им смерть, однако запрещено спасать их, если они близки к смерти. Например, если мы видим, что один из них падает в море, мы не спасаем его. Сказано «Не стой безучастно, когда жизнь твоего ближнего в опасности» Вайкра 19.16 «А он не является нам ближним» Талмуд Бава Кама 113 Бет «Откуда мы знаем, что разрешается взять потерянную вещь нееврея?» Сказано «Всякая потерянная вещь твоего брата, дворим 22.3 Своему брату ты должен ее вернуть, но не нееврею, который не твой брат». Конец цитаты. Рамбам пишет «Илхоуд Гезелава Авида 11.3 «Потерянная вещь нееврея приемлема для тебя, как сказано, всякая потерянная вещь твоего брата». «Если кто-либо возвращает ее ему, он нарушает запрет, усиливая грешников мира». Однако Талмуд добавляет Бава Кама 113 Бет «Где Божье имя хулиться, там запрещено брать потерянную вещь даже нееврея». Рамбам повторяет эту мысль там же «Если он вернул ее, чтобы осветить Божье имя, они прославили Израиль и узнали, что Израиль верит в Бога, тогда это похвально». Конец цитаты. Из приведенных источников видно, что поскольку нееврей творит зло и отвергает Бога Израиля, заповедь требует лишить его денег. Нам нельзя даже спасать его от смерти, потому что есть другая заповедь – искоренить из мира как можно больше зла, пусть и опосредованно. Совершенно очевидно, что нельзя применять законы Торы о доброте, справедливости и милосердии, данные о евреях, грешникам, от которых Бог нас обделил. Только если мы сами живем среди них и они угрожают нам смертью, только тогда ради сохранения мира мы будем им помогать, посещать, хранить и так далее, что мы обычно делаем для евреев. Да сокрушатся кости лицемерных лжетолкователей закона, утверждающих, что мы обязаны хоронить неевреев на еврейских кладбищах, если этого требуют нееврейские суды, поскольку иначе евреи вынуждены рисковать жизнью, перезахороняя неевреев. Они ссылаются на Гетин 61 Алиф. Мы хороним мертвых неевреев наравне с мертвыми евреями ради мира. Любому школьнику ясно, о чем здесь говорится. Как мы участвуем в похоронах евреев, так же мы участвуем и в похоронах неевреев с целью сохранить мир. Раши прямо говорит, с мертвыми евреями не в том смысле, что мы хороним их на еврейских кладбищах, но что мы участвуем в их похоронах, если находим их мертвых, как и в случае с евреями. Конец цитаты. Между тем, когда мы вернем себе суверенитет и былую силу, ситуация изменится. Рамбам, Илхот, Авадазара 10.6 Все эти законы, включающие стремление к миру, применяются только, когда Израиль в изгнании среди народов или в их власти иным образом, но когда Израиль сильнее их, нам запрещено оставлять среди нас неевреев. Конец цитаты. Помогают ли при родах караимам? Ответ находится в Хохмат Шлумо у Рахаим 332. Страх враждебности относятся только к неевреям, поскольку они превышают нас числом и мы в их власти. Тогда фактор враждебности играет роль. Но что касается караимов, которые составляют меньшинство и не контролируют нас, их враждебность не играет роли. Конец цитаты. Принцип ясен. Важно не только отделиться от неевреев, но нельзя и помогать им. Впрочем, что касается Герто-Шаф, иностранных жителей, исполняющих семь ноевых законов, то к ним применяются другие законы. Как уже говорилось, мы обязаны поддерживать их, как евреев, при одном условии. Согласно Рамбаму они должны исполнять ноевы законы не потому, что считают их логичными, а потому, что они даны Богом через Моше. Смотри, глава 20. Однако при этом мы обязаны отделиться даже от Герто-Шаф, и мы не нарушаем субботу для спасения их от смерти, как постановил Хафец-Хаим в Биур Аллаха Орахаим 332. К закону Раби Йосефа Коро «Мы не помогаем ни евреям при родах в субботу», он добавляет, тоже относится и к измаильтянам. «Мы помогаем при родах Герто-Шаф, потому, что нам заповедано поддерживать их». Это относится только к случаям, при которых нет осквернения субботы». Конец цитаты. Подробно о Герто-Шаф я писал в 20-й главе. «Как Бог запрещает людям смешиваться с животными, так же Израиль не должен смешиваться с народами. Это непреложное правило. Когда святое смешивается с нечистым, просто в силу законов природы, оно будет загрязнено. Поэтому обычно считается, что хорошему человеку не стоит дружить с плохим, даже если он еврей, ведь плохого влияния не избежать». Мудрецы советуют, а вот 1-7 «Не общайся со злым». Царь Шломо писал «Сын, не ходи с ними, удержи свою ногу от их пути». Мишлей 1-15 «А царь Давид начал свои таилим со слов «Счастлив человек, который не ходил в совет нечестивых, не стоял на пути грешников и не сидел с презренными». 1-1 «Праведный царь Йосафат пошел на войну вместе с грешным Ахавом и этим согрешил, после чего провидец Иеуй, сын Анани сказал ему «Стоило ли тебе помогать нечестивым и любить тех, кто ненавидит Господа? За это Божий гнев сойдет на тебя». 1-я летопись 19-2 Иосафат тоже вступил в союз с нечестивым царем Израиля Ахазией. Иосафат царь Иудей присоединился к Ахазии царю Израиля, который поступал очень нечестиво. «Поскольку ты объединился с Ахазией, Господь разрушил твои труды». 2-я летопись 20-35-37 Имея в виду приведенные источники, мудрецы сформулировали следующий принцип относительно отделения «Михилта Итро Масехта де Амалек 1» «Человек не должен дружить с грешником и даже знакомить его с Торой». Поскольку влияние грешника на праведника больше, чем праведника на грешника, Бог требует полного отделения. Праведник не должен даже ожидать от грешника какой-то услуги или помощи. Однажды Бог сказал Лавану «Будь очень осторожен, чтобы не сказать ничего хорошего или плохого Яакову». Берешит 31-24 И мудрецы комментируют «Я бы мог понять, если бы ему нельзя было говорить что-то плохое, но почему хорошее? Дело в том, что хорошее в кавычках злого плохо для праведного». И 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 «Белел Израилю изолироваться, отделиться от остальных народов». «Это народ, живущий один, и он не числится среди других народов». Бемидбар 23-9 Снедерин 39 Алиф комментирует «Не еврей сказал рабе Авине «Сказано кто как твой народ Израиль? уникальный народ на земле». 2 Шмуэля 7 23 «Что в вас такого особого? Вы тоже входите в народы, как сказано «Все народы словно ничто перед ним» И Шаяу 40 17 Раби Авина ответил «Свидетельство о нас исходит от вас, ибо Белам сказал они не числятся среди народов» Бемидбар 23 9 А нет цитаты «Мир состоит из народов и Израиля все народы одна группа Израиль другая группа отделенная от первой только Израиль общается с Богом цитата «Господь один вел их не было никакой чужой силы с ним» Дворим 32 12 цитата «Израиль должен жить безопасно один» Дворим 33 28 Мудрецы сказали Шмот Раба 15 7 «Действительно Ген это народ живущий один» Бемидбар 23 9 Что означает Ген Действительно Ген Гей Нун Это народ живущий один Бемидбар 23 9 Что означает Ген Все буквы имеют пары кроме этих двух Почему АЛЕФ цифра 1 ИТЭТ 9 Вместе дают 10 Как и БЭТ 2 И ХЭТ 8 Или ГИМЭЛ 3 И ЗАИН 7 Или ДАЛЕТ 4 И ВАВ 6 Только ГЕЙ 5 Стоит отдельно Также и у буквы НУН нет пары ЮТ 10 и ЦАДИК 90 Вместе дают 100 Так же как и ХАВ 20 и ПЭИ 80 ЛАМИТ 30 И АИН 70 МЭМ 40 и ЦАМИТ И ТОЛЬК 50 И Итог ДАЛЕЕЛ Так мы видим, что Амалек напал на них, и они убили его, как сказано. И АШУА ослабил Амалека и его союзников мечом. ШМОТ 17-13. Сисра напал, и они убили его, как сказано Господь поразил Сисру, судей 4.15, как и всех их врагов Также, накануне ухода Израиля из Египта, Бог запретил им выходить на улицу Шмот 12.22 Они оставались в своих домах, и Он поразил их врагов, как сказано Тогда Господь пройдет, чтобы поразить Египет Шмот 12.23 Конец цитаты Как уже отмечалось, у изоляции было два аспекта Первый – отделение от неевреев и народов И второе – присоединение к Богу и упование на Него Так что Израилю не нужны союзники Господь один поведет их Дворим 32.12 Израиль будет жить безопасно Один Дворим 33.28 Отделенность помогает защитить святость А святость, выраженная в заповедях, укрепляет отделенность Мудрецы говорят Бамидбар-Раба 10.1 Это мой возлюбленный Шира Ширим 5.16 Как сказано Я отделил вас от народов, чтобы вы были моими Вайкра 20.26 Раби Леви сказал Все дела Израиля отличаются от дел народов Пахота, сев, сбор урожая, снопы, молодьба, зерно и вино, бритье и вычисления Об их пахоте сказано Не паши на быке и осле одновременно Дворим 22.10 Об их посеве Не засевай свое поле разными видами зерна Вайкра 19.19 Об их сборе урожая сказано Не собирай урожай полностью до конца своих полей Вайкра 19.9 А о снопах Если ты забудешь сноп в поле Его нужно оставить для чужеземца, сироты или вдовы Дворим 24.19 Об их молодьбе сказано Не надевай намордник на быка, когда он молотит зерно Дворим 25.4 А об их зерне и вине Не запаздывай с твоими приношениями от урожая и вина Шмот 22.28 Об их бритье сказано Пусть они не сбривают края своей бороды Вайкра 21.5 Что касается их вычислений Израиль измеряет время по луне, а народы по солнцу Сказано Когда вы сделаете перепись, каждый принесет искупление за свою жизнь Шмот 30.12 Сделай перепись, посчитав каждого мужчину старше 20 лет Бамидбар 1.2 Так Бог отделил нас, чтобы быть моими Мы принадлежим Богу Мы его возлюбленный и друг Шир Гаширим 5.16 Конец цитаты Во всем, что делает еврей, он должен быть Божьим Он должен присоединиться к Богу Для чего необходимо отделиться от неевреев Если он этого не сделает Их культура и ложные верования Загрязнят святость и истину Израиля Поэтому Бог повелел Аврааму Отделиться от всего, что ему было дорого Цитата Выйди из своей земли, твоей родины и дома твоего отца В землю, которую я укажу тебе Берешит 12.1 Хотя в то время в земле жили хананеи со своими отвратительными обычаями Для Авраама они были иностранцами И смешиваться с ними ему было сложнее, чем с соплеменниками у себя дома Между тем, множество замечательных евреев Привыкли к изгнанию И пустили в нем корни Смешавшись с нееврейским населением Как уже отмечалось, образ жизни народов Ничем не отличается от тех мерзостей Отделиться от которых заповедано Израилю Цитата Это мерзость, ее нельзя есть Вайкра 11.41 Отличать нечистое от чистого Вайкра 11.47 Мудрецы говорят об Израиле Михилта и Тро Месехта де Баходыш 2 Он назвал их святыми Шмот 19.6 Полностью освященными Отделенными от народов мира и их мерзостей Конец цитаты Все, что называется мерзостью Будь то животное или народ Должно быть отделено от Израиля Чтобы нечистое не соприкасалось со святым Вот что мы читаем в Торат Коаним Шменин глава 12 Не позволяйте себе становиться нечистыми от них Поскольку это сделает вас загрязненными Вайкра 11.43 Если вы стали ритуально нечистыми через них Со временем вы станете духовно загрязнены Ибо я Господь ваш Бог И поскольку я свят Вы тоже должны стать святыми И оставаться таковыми Вайкра 11.44 Как я свят Так и вы должны быть святы Как я отделен Так и вы должны отделиться Конец цитаты Мудрецы развивают эту мысль Втана Девеи Элья Ураба 7 Человек должен всегда помнить Что он не должен вступать в союз с неевреем Или заключать с ним соглашение Ибо мы видим Что Авраам заключил соглашение с Авимелехом И со временем Они заключили союз с Авраамом Соответственно Наши мудрецы сказали Если кто-либо вступает в союз с неевреем Это как если бы он поклонялся идолам И заключил с ними союз Если это ученый Торы Он проявит пренебрежение к Торе И осквернит имя своего отца на небе Он промотает свои деньги Отдаст своих сыновей неевреям Поразит своих сыновей мечом Изгонит их из их земли И продаст их выдало поклонство Конец цитаты Там же 8 Человек должен всегда помнить Что он не должен есть с неевреем За одним столом Ибо мы видим Что Хискиял Царь Иудей Ел с неевреем за одним столом И со временем Был сурово наказан Конец цитаты В Санедрин 104 Алиф сказано Поскольку неевреи ели за его столом Он тем самым обрек своих сыновей На изгнание Это подтверждают слова Хискиягу Который сказал Кто приглашает нееврея в свой дом И служит ему Подвергает своих сыновей изгнанию Конец цитаты Танадевей Ильягу Там же Кто ест с неевреем За одним столом Поклоняется идолам И поглощает Идольские жертвы Если это ученый Торы Он проявит пренебрежение К Торе И осквернит имя Своего Отца на небе Он промотает свои деньги Отдаст своих сыновей неевреям Поразит своих сыновей мечом И изгонит их из их земли Конец цитаты Мудрецы еще больше расширили запрет На социальные контакты с неевреями Как видно у Рамбама Илхот Махалот Асурот 17.9.10 Есть и другие поступки Которые наши мудрецы запретили Хотя эти запреты Сами по себе Не имеют основания В Торе Наши мудрецы все же Постановили их Чтобы удалить нас От язычников Чтобы мы не смешались с ними И со временем Не стали вступать с ними в брак Они запретили нам пить с ними Даже когда нет подозрения Что вино используется Для идолопоклонства Они запретили нам есть Их хлеб И приготовленную ими пищу Даже когда нет опасения Что она не кошерна Например Не следует пить В собрании неевреев Даже если вино Приготовлено таким образом Что это не запрещено Или если человек Пьет из собственной утвари Впрочем Если большинство Присутствующих евреев Это разрешается Мы не пьем Забродившие напитки Которые они изготовляют Из таких предметов Как финики и инжир Однако это запрещено Только в местах Где они это продают Впрочем Если человек Приносит напиток домой И пьет его там Это разрешается Поскольку главное Предназначение запрета Предотвратить принятие пищи с ними Конец цитаты Отделенность Израиля Началась задолго До принятия Торы Еще Яаков Предупреждал О недопустимости смешения С коренным населением Танхума Бамидбар 12 Перед смертью Яаков Сказал своим сыновьям Когда вы поднимете мой гроб Сделайте это с почтением и уважением Пусть никто другой К нему не прикасается Ни египтяне Ни один из ваших детей Ибо некоторые из вас Женились на хананейских женщинах Конец цитаты В Торе есть закон Не смешивайтесь с ними Не отдавайте своих дочерей За их сыновей И не берите их дочерей За своих сыновей Дворим 7.3 Сфорно комментирует Там же Стих 6 Вы святой народ И вам не надлежит Осквернять свою святость С дочерьми неевреев И носить негодное семя Как сказано Иуда поступал вероломно И в Израиле И Иерусалиме Произошло осквернение Ибо Иуда осквернил Святость Господа Которого он любит И женился на дочери Чужого Бога Малахия 2.11 Конец цитаты Израиль свят Как сам Так и его семя Когда оно смешивается С другими народами Эта святость Оскверняется Когда евреи Вернулись из Вавилона Где успели жениться На нееврейках Князья пришли К книжнику Эзре И сказали Народ Израиля Коэны и Левиты Не отделились От народов земель Они взяли Их дочерей В жены И давали Своим сыновьям Так что святое семя Смешалось с народами Земель Рука князей и правителей Была первой В этом предательстве Эзра 9.1.2 Осквернив святое еврейское семя С народами Израильтяне Совершили страшный грех Причем и тогда И сегодня Рука князей и правителей Первая в этом предательстве И это действительно предательство Евреи отбросили свое ярмо Самым отвратительным способом Смешение с язычниками Лишает Израиль Его святости И уникальной миссии В прошлом Израильтяне Решили немедленно Удалить всех жен И их потомства Эзра 10.3 Они не только решили Не ассимилироваться в будущем Но еще и избавились От жен и детей Которые у них уже были Кто отказывался Тех принуждали Цитата Кто не пришел В течение трех дней В согласии с советом Князей и старейшин Лишался всего своего имущества И сам отделялся Из сообщества изгнания Эзра 10.8 Какая ирония Кто отказывался Отделиться от народов земли И иностранных женщин Эзра 10.11 Сам отделялся От собрания изгнания Да, чтобы присоединиться К Израилю Нужно сначала Отделиться от народов В таких случаях Нет места Свободе выбора Правам человека Или терпимости Всему тому Что пытается Навязать нам Иностранная культура Нет Мы заставляем Евреев Выбросить Из своих жилищ Всякую мерзость В те дни Я увидел Что евреи Женились на женщинах Аждода Аммона И Муава И я Воспротивился им Проклял их Бил некоторых из них И таскал за волосы Неемия 13.23.25 Рамбам пишет Илхот и Сурей Биа 12.1.2 Если еврей И не еврейка Живут как муж И жена Еврей подвергается Предписанным Торой Ударом Но если он Приходит К нееврейке Проститутке Он Подвергается Предписанным Равинами Ударом Мера Призванная Предотвратить Его брак С нееврейкой Конец цитаты Далее Рамбам Добавляет Там же 12.8 Это заставляет Нас Присоединиться К народам От которых Бог Отделил Нас Отвернуться От Бога И сделаться Преступниками Перед Ним Конец цитаты Менталитет Иностранной Культуры Несовместим С образом Мысли И качествами Бога Если еврей Угрожает Единству Еврейского Народа Вступая В брак Или сожительствуя С нееврейкой Его наказывают И заставляют Расстаться С ней Святость Израиля Несовместима Со скверной Народов И так Будет Всегда В Торе Сказано Когда Всемогущий Давал Народам Их Наследство И отделил Сыновей Адама Он Поставил Пределы Народов По числу Потомков Израиля Дворин 32 8 Клия Кар Комментирует Здесь Тора Начинает Излагать Доброту Бога Которая Проявилась Для Израиля Сильнее Чем Для всех Народов Того Времени Она Показывает Что Израиль Равен По важности Всем Им Вместе Взятым Об этом Сказано Так Когда Всевышний Давал Народам Их Наследство Конец Цитаты Комментарий Когда Он Разделил Мир В Наследство Для всех Народов Он Отделил Авраама И сказал Ему Выйди Из Своей Земли Перешит 12 1 Так Сказано Когда Он Отделил Сыновей Адама Наши Мудрецы Говорят Ты Израиль Назван Адамом Бог Отделил Израиль От народов И Переместил Их На Одну Сторону Тогда Он Поставил Пределы Народов По числу Потомков Израиля Конец Цитаты Он Он Вывел Семьдесят Народов По числу Семидесяти Душ Произошедших От Якова Шмот 1.5 Когда Они Вошли В Египет Этим Он Показал Что Каждый Отдельный Человек Среди Них Был Так же Важен Как Целый Народ Конец Цитаты По сути Еврея Невозможно Сравнить С неевреем Потому Что Все Народы Мира Никогда Не Сравняться Даже С одним Евреем Вот Почему Раби Мейр Говорит Минахот 43 Бет Еврей Обязан Произносить Три Благословения Ежедневно Одно Из них Благословен Бог Который Не Сделал Меня Не Евреем Это Так же Объясняет Почему Еврей Встает При окончании Шабата И Отделяет Израиль И Народы Как В Шмоне Эсре Так И В молитве Авдала Цитата Тот Кто Различает Между Святым И Нечестивым Между Светом И Тьмой Между Израилем И Народами Конец Цитаты Эти слова Не Оставляют Сомнений На Одной Стороне Израиль Святость И Свет На Другой Народы Нечестие И Тьма По Этой Причине Мы Ежедневно Произносим Другое Благословение Благословен Наш Бог Который Создал Нас Для Своей Собственной Славы И Отделил Нас От Тех Кто Сошел С Пути Конец Цитаты Отделение Настолько Важно Что Бог Не Просто Сделал Израиль Своим Святым И Драгоценным Народом Но Полностью Отделил Его От Других Народов И Их Отвратительных Обычаев Он Достиг Этого Самым Радикальным Методом Поместив Их В одну Страну Где Они Смогут Жить Вдали От Нееврейских Культур Вот Почему Эра Цисраэль Так Важна Для Еврейского Народа И По Этой же Причине Бог Провозглашает Бамидбар Раба 23 7 Земля Дорога Мне И Израиль Дорог Мне Я Приведу Дорогой Для Меня Израиль В Дорогую Для Меня Землю Конец Цитаты Конечно Бог Мог Просто Создать Святой Народ Дать Ему Тору И Разрешить Жить Где Угодно Как Это В ложных Религиях Не Требующих От Своих Последователей Жить В Конкретном Месте Обязан Ли Христианин Жить В Риме Или Измаильтянин В Мекке Или Медине Конечно Нет Почему Бы Тогда И Еврею Не Жить Среди Народов В Любой Стране И Соблюдать В ней Свою Религию Мы Еще Раз Видим Подтверждение Того Что Израиль Не Просто Религия Но Святой Народ Отделенный От Других В Собственной Земле Чтобы Свести К Минимуму Любые Контакты С Не Евреями Поэтому И Были Записаны Такие Слова Это Народ Живущий Один И Он Не Числится Между Другими Народами Бамидбар 23 9 В 18 Главе Я Подробно Останавливался На том Как Бог Решил Поселить Весь Еврейский Народ В Эрц Исраэль Чтобы Она Стала Домом Для Каждого Израильского Мужчины И Женщины Мы Должны Твердо Запомнить Важный Принцип Невозможно Избежать Влияния Иностранных Культур И Ценностей Живя Среди Нееврейского Большинства Невозможно Жить Среди Народов И При Этом В Точности Исполнять Все Законы Торы Святое Осквернится Истина Будет Вытеснена Иностранными Ценностями Как что-то Неприемлемое И полнота Торы И полнота Израиля Недостижимы В окружении Чуждой Ложной Культуры Не существует Слов Способных Выразить Всю Скорь О потере Первоначальной Еврейской Идеи Когда Равины И ученые Отворачиваются От этого Фундамента Понятия Эрцисраэль Когда Они Превращают Землю Во что-то Несущественное И Не считают Ее Заселение Долгом Еврея Они Обрекают Тору Израиля Не только На искажение Но на полное Исчезновение Среди Народов Да Поможет Нам Небо Сама Тора Облекается В мешковину И пепел Видя Какое Оскорбление Нанесено Осиротевшей Земле Горе Нам Амммм Хороёёёёёёёёёёёёёёёёё